Жизнь человека с ограниченными физическими возможностями здоровья довольно непроста. Несмотря на то, что они ограничены физически, все же безграничны в своих способностях, талантах и стремлению к самовыражению. Так, благодаря огромной силе духа и воли, молодая девушка Наталья Павлюкова достигла успехов и в спорте, и в жизни. Как она справляется с трудностями на жизненном пути, расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. Наталья Павлюкова – инвалид с рождения. Ее непростой жизненный путь – это путь по-настоящему сильного человека. Она с детства привыкла преодолевать трудности. Сначала за школьной партой, затем во взрослой жизни. Надежные родительские плечи и поддержка близких людей помогли девушке не сломаться. Благодаря им она приняла самое важное в своей жизни решение – стать мамой. Сейчас девушка воспитывает сына Кирилла, которому недавно исполнился год и семь месяцев. И жизненные трудности совсем не мешают ей. Ведь ни у кого из нас нет никаких ограничений, считает Наталья. Все ограничения в мыслях – это и страх перед неудачей, и неверие в собственные силы. Боязнь ошибиться, сломаться. Если не пробовать, то ничего не получится. А при большом желании можно преодолеть все преграды. Родные, друзья, родственные, знакомые, они не смотрят на мое положение, так же общаются и обращаются ко мне так, как к нормальному, обычному человеку. И моя жизнь не изменилась. И, наверное, у всех была такая жизнь простая, и у меня такая же простая. С появлением ребенка жизнь окрасилась в яркие тона, признается девушка. Практически все свое время Наталья проводит с сыном. Но, кроме этого, она занимается и любимым делом – настольным теннисом. Год назад приобщил к спорту Смирнов Георгий Валентинович, он мне позвонил и предложил заниматься сначала теннисом на сурме. Я долго не решалась, но потом меня все уговаривали, я согласилась. За это время Наталья уже успела добиться серьезных успехов. В ее копилке – бронзовая медаль в краевой спартакеаде в 2013 году. Две золотых награды за победу в соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья – по метанию ядра и бегу на колясках. И две серебряные медали, которые она заслуженно получила в июне нынешнего года – в играх по настольному теннису и стритболу. Но совсем недавно губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым было принято решение присудить именную стипендию. Спорт – не только хобби, приносящий удовольствие. Он дал уверенность девушке в себе и в своих возможностях. Есть стремление идти дальше. И в будущем хочется, если бы, чтобы пошел в спорт какой-нибудь. У девушки большие планы на будущее, и она намерена их воплощать. Ведь сделать свою жизнь полноценной не так уж и сложно. Нужно только иметь большое желание. И все в жизни возможно, считает наша героиня, стоит только захотеть. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».